здравствуйте дорогие пациенты я рад вас приветствовать на нашем канале о стоматологии меня зовут гаранцев михаил михалыч я врач стоматолог и это видео про лечение подвижности зубов видео для нашего сайта гаранцев точка ру если интересно заглядывайте будем очень рады ссылочку оставлю в описании к этому видео когда мы говорим про лечение подвижности зубов то для того чтобы вылечить подвижность зубов или уменьшить подвижность зубов нам необходимо понимать причину почему эта подвижность зубов возникла то чтобы выявить причину подвижности зубов и соответственно спланировать лечение этой подвижности нам необходимо провести соответствующую диагностику конечно когда мы встречаем нашего пациента, мы сначала заполняем медицинскую документацию, проводим осмотр внимательный клинический, проводим зондирование карманов паранотальных, если они есть, всегда зондируем зубодесневую борозду и помимо этого проводим рентгеновские снимки. Также в некоторых случаях необходимо проведение дополнительных анализов крови для выявления общих заболеваний или сахарного диабета. Это могут быть разные виды анализов, как правило, врач-стоматолог дает соответствующее направление. И получается, что после диагностики могут быть разные причины подвижности и в зависимости от того, какова причина подвижности зубов, им формируется лечение. Например, если это проблемы общего генеза, общие заболевания, то, конечно же, в этом нам помогают врачи, не стоматологи, общие врачи, которые позволяют компенсировать общие проблемы, общие заболевания и тем самым улучшить ситуацию полости рта. Помимо этого может быть проблема, которая заключается, если у пациента есть сахарный диабет. В этом случае врач-стоматолог, чаще всего парадонтолог проводит лечение совместно с врачом-эндокринологом для того, чтобы решить проблему комплексно. И, как правило, получаются достаточно хорошие результаты, если эта работа проводится сообща. Также проблема может быть и причина в том, что у пациента могут быть, например, проблемы с парадонтом, то есть воспаление в тканях вокруг зуба. Причинами могут быть как инфекционные процессы, например, в парадонтальном кармане, так и, например, короткую издечку языка или мелкое преддверие полости рта. Как правило, эти проблемы решаются врачом парадонтологом, стоматологом, который проводит всевозможный комплекс подготовительных мероприятий, как правило, проводит подготовку консервативную, выявляет причину, проводит, как правило, бактериальные посевы из карманов. Если это причина в парадонтите, также проводит профессиональные чистки, течение аппарата вектор и также какие-то дополнительные хирургические мероприятия, которые позволяют улучшить ситуацию с тканями парадонта. Если, например, это короткая издечка губы или языка, она корректируется. Если это мелкое преддверие, также корректируется. И помимо этого, для того, чтобы снизить подвижность зубов, можно использовать такую технологию, как шинирование зубов между собой, при помощи специальной стекловолоконной ленты. Помимо этого, существуют технологии шинирования зубов, помимо стекловолоконной ленты, ортопедические технологии, которые выполняются врачом-стоматологом-ортопедом, который может, например, изготовить съемный шинирующий бюбельный протез или же, например, объединить зубы при помощи мастовидного протеза. Мастовидный протез держит зубы в блоке и тем самым делает их объединенными, консолидированными в единую конструкцию. И они, конечно же, не имеют возможности такой подвижности, как они зубы имели до того, когда они были объединены в мастовидный протез, когда каждый стоял поодиночке и, конечно, имел возможность подвижности. Помимо этого, причинами подвижности зубов могут быть перегрузки зубов. Например, когда нет большого количества зубов, оставшиеся зубы берут на себя нагрузку и за счет этого перегружаются и возникает подвижность зубов. И для того, чтобы компенсировать эту подвижность зубов, необходимо обязательно провести протезирование для того, чтобы восстановить утраченные зубы. Помимо этого, перегрузка зубов может быть из-за того, что, например, жевательные мышцы находятся в гиперфункции, в парафункции, они спазмированы, и за счет этого идет повышенная нагрузка на зубы, и из-за этого возникает повышенная подвижность зубов. Это тоже нужно корректировать. И пятый момент, почему могут быть подвижность зубов, это из-за того, что, например, есть проблемы с прикусом, и зубы, неправильно располагаясь друг на друга, неправильно воздействуют при движениях зубов, например, и тем самым друг друга раскачивают. Для того, чтобы компенсировать эту проблему, необходимо пройти курс лечения у врача-ортодонта, который установит зубы в правильную позицию, в взаимно защищенную позицию, и это позволит подвижность зубов убрать. Получается, что, конечно же, для того, чтобы лечить подвижность зубов, существует много технологий в зависимости от того, почему возникла эта подвижность зубов. Однако, одно из самых важных, чтобы подвижности зубов не было необходимо, ну, первое, проводить профессиональные чистки зубов, и также идеально ухаживать за зубами, проводить правильные индивидуальные гены полости рта. Это позволит не возникнуть воспалению вокруг зубов, тем самым быть аппаратом прикрепления зубов вокруг зубов максимально здоровым, и это будет хорошим фактором для того, чтобы зубы стояли прочно, длительное время, и не было никакой подвижности. Второй момент. Необходимо убирать любые перегрузки, для этого необходима консультация врача-стоматолога. Если есть какие-то травматические блоки, их необходимо компенсировать, и тогда подвижности зубов не будет. Это тоже важный момент. И также, помимо того, что мы должны убирать травматические блоки, нужно следить за тем, чтобы в случае, если были потеряны какие-то зубы, то в этом случае эти зубы были восполнены, дефект был спротезирован для того, чтобы не было такой ситуации, когда нет большого количества зубов, и оставшаяся нагрузка или та нагрузка, которая была, она теперь распределяется на меньшее количество зубов, которое вызывает большую их подвижность. Конечно же, факторов много, необходимо все учитывать. Как правило, необходимо для того, чтобы понять, почему возникла подвижность зубов, и как это устранить, пройти консультацию врача-стоматолога, может быть, провести консилиум для того, чтобы разные стоматологи, парадонтолог, ортодонт, ортопед, терапевт посмотрели вместе, или если это дженерал врач посмотрел, доктор, который разбирается в смежных областях, и, соответственно, выявил причину, эту причину устранил, и тогда подвижность зубов уменьшится. Как правило, в большинстве случаев, если ситуация еще может быть компенсирована, врач-стоматолог поможет, это не страшно, это реально, уменьшить подвижность можно, и для этого, конечно, нужно провести соответствующее лечение, и все будет, конечно же, хорошо. Я надеюсь, это видео было полезным, хоть и кратко, и для того, чтобы понять, как выявить причину подвижности зубов, и как устранить подвижность зубов у вас. Если вам нравится наша работа, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте все ваши возможные вопросы в комментариях, я обязательно на все вопросы отвечаю, я считаю, что это важно, и увидимся в наших новых полезных роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова